Привет, друзья! Закончился второй день легендарного турнира Левитов Чесвик. И второй день нас абсолютно точно так же не разочаровал, как и первый, но гравитативных партий. Но в этот раз у нас новые герои. И главным героем, безусловно, стал Ян Непомнящий, которому удалось выиграть все четыре партии. И с его партии против Крамника мы и начнем. В позиции на диаграмме можно сказать, что у белых никого перевеса особо нет. Плюс-минус равная позиция, фигур уже не так много, структурка чуть похуже у белых. Но Ян начинает в своем фирменном стиле атаку на ровном месте. Ходит ладья Е3, переводит ладью на Ж3, готов поставить мат на Ж7. Видимо, имело смысл пойти Ферзь Е7, Ферзь Ф6, чтобы защититься от мата. Но Крамник решил пойти слон Д5. Для начала нейтрализовать слона. И после этого сыграл Ф5. Но выглядит довольно рискованно, мягко говоря, потому что Е6 слабая. Х6 слабая, Ян немедленно заводит Ферзя поближе и готов уже побить на Х6. Где-то, как я уже только что сказал, будет прописать пешка на Е6. Крамник играет Ферзь Ф7. Ну, вряд ли это зевок, конечно, пешке Х6. Но отдавать ее было необязательно. Можно было сыграть король Х8. Хотя после слона Д5 в любом случае, либо это, либо это мы заберем. И у черных проблемы. Поэтому Ф5, наверное, план следует признать неудачным. После Ферзь Ф7 забрал Ян на Х6. Поменяли слонов. И сыграл опять Крамник. То есть, очевидно, его идея в том, что он хочет протолкнуть пешку как можно дальше. Может быть, сыграть где-то Б4, поддавить на эту структуру. Говорит, окей, пешку мы отдали. Но мат мы не получаем. И контр-игра есть. И, в принципе, до поры до времени все шло по плану Крамника. Все равно у белых, конечно, перевес. Но ничего серьезного. Но в цитноте Владимир Борисович немножко не разобрался. Точнее, поначалу он все делал правильно. Но очень энергичной игрой, свойственной непомнящему. Поставил проблемы, которые Крамник в цитноте жутко не смог решить. В этот момент было чуть меньше 30 секунд у Крамника. 2,5 минуты у непомнящего. И после БЦ было сыграно А6. Забрал на Д4. Острейшая позиция, которая, видимо, все-таки примерно равная. Ферзь Е5 висит на Ж7. Висит на С3. Кажется, что черные разваливаются. И в этот момент Крамник, сыграв Ж6, вообще не успел сыграть Ж6, проиграл по времени. Но позиция уже была бы безнадежная. Найди Ян ход H7. Я думаю, что он бы его нашел. Ход элементарный. Идея в том, что после КХ7 ладья идет на H3. Дальше на H8 мат мы ставим. А если ходит Ферзь H7, тогда забираем на Е6. В случае Ферзь F7 забираем на Ж6 еще. А если король Ж7, тогда, ну, как минимум, ладья H3. Любопытный ход. Ферзь Ж8. Ферзь Е5 шаг. И Ферзь Е7 мат. Вот такой плюс-минус форсированный вариант. Белые бы побеждали. Поэтому Ж6 на самом деле, окей, повесил флаг Крамник, но проиграл бы партию в любом случае. Но после ладья Ж4 была бы еще борьба. И другое дело, что на таком контроле, с таким количеством времени, я думаю, что Крамник бы все равно, скорее всего, проиграл. Можно побить на C3. Потом ладья идет на C7. Король послабее. Поэтому, в принципе, Ян вполне заслуженно выиграл эту партию. Как и три других. Проблемы у него были с Дубовым. В плане выигрыша. До последнего момента там была ничья. Но, тем не менее, перехитрил он владей на меншпеле Даню. И вырывается на первое место, друзья. Вырывается на первое место. Спойлер. У нас есть еще один шахматист, который делит это первое место. Но его партию мы посмотрим ближе к концу. Вторую партию, которую я вам хотел показать, это как раз партия Дубова против Грещука, где очередная дебютная бомба на голову Саши свалилась. К сожалению, не первый раз это происходит. Здесь довольно известный вариант. Каталонского начала. Даня главный эксперт тут, без сомнений. И Даня появится вместо того, что спокойно побить коня на С3. Он бьет на С6. Сначала отдает ладью на Д1. И потом, мало того, что он отдает ладью на Д1, он еще и не забирает коня и ходит конь Е5. И таким образом у нас происходит игра на доминацию. Лично, на мой вкус, это чуть ли не самое красивое, что и шахмата, когда буквально пара фигур и пешка доминируют всю позицию. На Ф2 забрал Грещук, что является очень логичным. Король Ф2. Опять попытка вывести коня на А6. В принципе, тоже Даня к нам приходил в эфир и говорил, что несмотря на то, что это, скорее всего, не первая линия компа, это то, что первая приходит в голову. И это у нас уже 18-й ход, но анализ еще не заканчивался. После конь Б4 поставил ладья Б5, напали на коня, конь пошел на Д5. И здесь Даня говорил, что может быть поточнее чуть-чуть какой-то компьютерный ход Ферси 5. Но то, что Дубов сделал, тоже с запасом хватило. Побил, побил. Ком пишет нули. Но в этот момент, друзья, у Грещука полторы минуты, Дубов потратил 25 секунд всего. И ладья идет на Д7. У белых две пешки за качество. Очень опасная пешка С6. Очень слабая пешка С7. Не могу я поверить в эти нули, честно говоря. По крайней мере, на практике, имея полторы минуты, да, Грещук в цветнотах великолепен, но даже для него эта задача оказалась непосильной. Ладья пришла на Д7. И дальше просто пешки пришли в движение. Е4 поменялись. Е5, Б4, Д6. Суперэнергичная игра. Ну, кстати, не назовешь ее особо сложной, но это все благодаря классному, классному дебюту, классной идее, которую Дубов применил. И Грещук, к сожалению, здесь тоже, кстати, повесил флаг после хода Б5. Но поится уже совсем тяжелая. Место Б5 чуть поточнее было ЕФ, но Б5 тоже легко побеждает. Так что... Удивительно, сколько идей у Дани в Каталоне. И что они до сих пор работают на самом высоком уровне. Но, видимо, там запас неисчерпаемый. Грещук, к сожалению, друзья, моему, по крайней мере, один из явных аутсайдеров на данный момент. Игра у него не идет ни в первый, ни во второй день. Но, может быть, после выходного дня ситуацию он поправит. Даня Дубов проиграл одну партию, пока не помню с чему. Но, в целом, идет в плюсе. И думаю, что... Ну, достойный вполне результат. Может быть, он, конечно, рассчитывал на большее по итогам двух дней, но провалом и неуспехом точно не назовешь. Ну, и переходим мы, наконец, к шедевру второго игрового дня. Играл Петр Вильямович Свидлер с Шахриаром Мамедьяровым. Последний ход черных был ферзь А5. Защитили пешку Б5, напали на пешку А2. Ну, пешка А2 совершенно не интересует Свидлера. Он играет конь G5, намекая на маты на H7. Ферзь Д3 и конь G5 в сочетании... В команде с друг с другом создают очень опасные угрозы, которые Шах успешно проигнорировал. Побил на А2, висит слон, и слон бьет D5. Очень важный ход, он на глаза не бросается, но идея в том, что белые, на самом деле, хотят пойти конь D7, напасть на коня, отвлечь его и потом поставить мат на H7. Соответственно, конь на D5 поддерживал коня на F6, поэтому важная идея именно побить коня на D5 сначала, а потом уже где-то сыграть конь D7. Побил на B2 в ответ Мамидьяров, ну, кстати, если забирать на D5, допустим, слону, тут уже конь D7 сразу выигрывает, никаких шансов, никаких идей, как защититься от мата на H7 нет. Поэтому, поэтому побил на B2 Мамидьяров, получил слон бьет B7 для начала, и в ответочку прилетела слон бьет B2. Я сидел в этот момент в студии с Геной Сосонко, и, честно говоря, у меня даже мурашки пошли по телу, насколько это все интересно, насколько это все сложно, у кого лучше, непонятно. Удар на удар, еще удар, все фигуры висят. Супер партия. Последовала король G2, кстати, тоже очень сильный ход, потому что на король F2 уже проходит ладья C1, и в случае конь D7 мы успеваем побить на F1 с шахом. Вот он, важнейший нюанс. И дальше у белых толком нет никаких угроз. Ладья D8 можно сыграть и после коня F6 мы забираем на F6 и снова шах королью на F1. Поэтому король G2 играет с фидер, это сильнейшая, блестящая идея. Забрали на C1, конь D7, снова напали на мат, грозит конь F6, шахом хотя игроки справлялись очень-очень недурно в этом плане, но здесь нужно было побить на F2 и возникала довольно сложная позиция, где у белых, видимо, все еще инициатива, но у черных своя какая-то контр-игра есть, но едва нападем. Компрессует небольшой перевес белым, но в целом это все я даже не знаю, что сказать, мне кажется, на три результата идет игра. Но ладья F2 была значительно сильнее, потому что здесь последовала на самом деле грубая ошибка ладья Bc1, и что может быть естественнее, чем взятие ладьи и взятие ладьи в ответ, кстати говоря, потому что F1 последовала ни секунды не думая, но здесь важный нюанс, что на самом деле выигрывал ход комбит D7, теперь, если мы забрались здесь, просто забираем ладью и потом висит еще на G5, а если какой-нибудь промежуточный ход ладья C2, скорее всего, это не было учтено, F4, защищая просто все и у черных сколько лишних пешек? Две лишних пешки. Две лишних пешки, выигранная позиция, поэтому проскочили этот момент оба игрока, но побеждали черные здесь. А тут уже белые, видимо, побеждают, после коня F6 последовала конь F7, очень, конечно, странная конструкция, но очень логичная, потому что мы хотим напасть на ладью, точнее, мы на нее нападаем, и дальше ферзь идет на D7, начинают провисать пункты F7 и E6. Последовал шаг на G1, здесь тоже по компу, по крайней мере, ошибка, нужно было бежать королем на F3, и у белых, видимо, было бы выиграно, потому что, опять-таки, как только ладья уйдет, сразу последует ферзь D7, но я прекрасно понимаю с видера, который быстренько ушел королем на H3, ладья H8, теперь король, возможно, где-то попадет под атаку, и конь связан, тоже важный нюанс. Ферзь D7, продолжаем нашу идею, идею нападения на пункт F7, и здесь ошибся Шахрияр, дал шаг на F1, у него, кстати, в этот момент секунды, у Петра Вениамильевича еще 4 минуты на часах, поэтому мог он здесь, конечно, подумать, но играл быстро на цветного соперника, король же D4 приводило, видимо, к победе, потому что, ну, скажем так, толково не защитить, не защитить пункт F7, но слон же 2, что может быть естественнее, очень естественный ход, защищаемся от Шаха с нападением, все еще висит на F7, и вот здесь снова заиграли идеально оба игрока, ну, и концовка, конечно, феноменальная. Ладья H7 последовала, теперь на коне H7 просто забираем на Е2, грозит ферзь H5 мат, висит конь, у черных выигранная позиция. Конь H7 нельзя, король же D4 полетел в атаку, свидер, висит на F7 все еще, висит ферзь, кстати говоря, поэтому ферзь Е2 строго единственная, слон F3. И вот здесь нам казалось, что уже белые побеждают, потому что F5 хода нет, пешка связана, висит ферзь, висит на F7, а потом на H7 с матом, казалось бы, надо уже сдаваться, и тут Шахрияр на 8 секундах, на 8, повторяю, нашел единственный строго ход, король H6. Выдающаяся защита, потому что теперь на слон Е2 уже следует F5, и провисает ферзь на D7, чернотыгают материал и побеждают. И неожиданно ничего лучшего, чем ничья, у белых нет, черные грозят F5, не только с выигрышем ферзя, но и с какими-то матовыми идеями, поэтому пришлось форсировать ничью, после кони F7, забрали, забрали, ферзь пошел на E5, и объявил вечный шах Свиллер. По-моему, это пока партия турнира, не идеальная, но самая зрелищная концовка 100%, поэтому раз с ней с вами поделиться. И давайте посмотрим таблицу. Лидирует, как я уже говорил, непомнящий, но вместе с ним также лидирует Петр Свиллер, который, наверное, ровнее других проводит этот турнир, и плохих поэйцев практически не имеет, забирает все, что ему дают. Кстати, были шансы у него еще с Гельфордом выиграть, он ту партию закончил в ничью. Так что, да, Свиллер молодец, непомнящий молодец, Анан тоже молодец, Аронян этот тур провел не очень, у него были неудачные партии, в частности, с Виши в последнем туре он проиграл, и весь турнир лидировал, но сейчас отстает нам пол очка уже не в лидерах. Дубов замыкает пятерку лидеров, играет ровно, нехорошо, а вот у кого турнир пока от креда не складывается, так это у Горщука с Кравником они делят последнее место. В принципе, день на день не приходится, все еще они в борьбе, но пока что один, что второй не блещет, не показывает своего максимума 100%. Спасибо, друзья, завтра у нас выходной, будет экшен в виде хенден брейна, а дальше мы уже вернемся через послезавтра и будем продолжать смотреть. Спасибо.